В 1937 году треть жильцов этого дома попросту исчезли. Сталин не ограничивался друзьями и коллегами. Он не пощадил даже свою семью. Это Кира Аллилуева, племянница Сталина. Выросла, играя на детской площадке со своими кузенами, детьми Сталина. В своих самых ранних воспоминаниях она называет Сталина «добрым дядюшкой». Возможно, Сталин и был добрым дядей, но это не помешало ему разбить племяннице жизнь. Это случилось здесь же, в доме на набережной. Не называя причин, Сталин объявил ее мать врагом народа, и она исчезла. А спустя три дня пришли и за Кирой. Ее увезли и заточили на шесть месяцев Лубянку, секретное учреждение Сталина. Затем она была сослана и смогла вернуться домой только через шесть лет. Сталин на этом не остановился. Есть предположение, что он причастен к смерти своей собственной жены, Надежды, тети Киры Аллилуевой. Она была на 22 года младше, и их отношения развивались бурно. В ноябре 1932 года Надежда покинула кремлевскую вечеринку пораньше и вернулась домой в потешный дворец. На следующее утро ее нашли мертвой, лежащий в луже крови от пулевого ранения в сердце. Официальная версия звучала как трагическое самоубийство. Пока Надежда лежала в открытом гробу, разлетались слухи о ревности, драке с мужем и политического предательства. Некоторые даже полагали, что Сталин сам убил жену или отдал такой приказ. Трифонова считает, что это было самоубийство, но все же спровоцированное. Несомненно, Сталин несет ответственность за смерть Надежды, даже если она застрелилась сама. Это он довел ее до этого, сделал ее жизнь невыносимой, она предпочла умереть. Сталин приказал, чтобы расследования не было. И хотя архивы КГБ сейчас открыты, папка, содержащая дело Надежды, исчезла. То, что он всю жизнь возвращался мыслями к уходу Надежды Сергеевны, это тоже не пустяк. Не пустяк уже сколько лет прошло. Понимаете, он все-таки все время говорил, вот по поводу этого пистолета, который подарил, понимаете, Павел, ей, брат ее, из которого она стреляла в себя и так далее. Я никогда, ни секунды не верил, что Сталин стрелял в нее сам. Он вдруг начинал говорить, что, подумай, вот какой-то у нее был такой маленький пистолетик. И Павлуша привез ей пистолет. То есть брат ее, Павел Сергеевич, мой дядюшка, привез ей маленький Вальтер из Германии, ну, для самообороны, потому что по улицам там она, чтобы ходить. Она вообще хорошо стреляла, мама хорошо стреляла. Ну вот потом этот пистолет сыграл свою роковую роль, и отец говорил, вот нашел подарок, нашел, что подарить. Никто, в общем, не мог понять, как же это так она могла сделать. Потому что она... ссылались на болезни, потом уже я была старше, и тетки со мной говорили, и все. То есть была, конечно, болезнь, была депрессия. У Надежды Сергеевны были сильнейшие головные боли. Ее головные боли доводили до отчаяния. На парад мы пошли седьмой вместе. Надежда Сергеевна, Василий и я. А тогда парад начинался в 8 утра и кончался в 12 дня. 4 часа прохождения военной террории. Минут через 15-20 она снова, ой, не могу, и ушла домой. Уже не могла больше стоять. Там как было? Значит, мы, ну, были ноябрьские праздники. Вдруг раздается звонок, это когда уже Надежда Сергеевна себе застрелилась. Сестра хозяйка, Каролина Васильевна, это немка была, она сказала, что случилось несчастье, приезжайся. А когда они приехали, то уже Надежда Сергеевна уже помыли и положили на кровать. И решили так, что скажут, что если кто будет спрашивать, что она умерла. Еще ничего, еще даже Сталин не увидел, понимаете? И когда он увидел, он в таком был гневе, что они поняли, что надо какую-то легенду придумать. Сначала сказали аппендицит, потом сказали, что у нее был, как раньше говорили, разрыв сердца. И уже очень-очень уже, когда я уже была взрослая, мама мне сказала, что она застрелилась. Так что это он тоже пережил, что еще она ушла, чтобы женщина восточного человека застрелилась. Для него это было ужасно. Отец, конечно, он чувствовал, что это предательство. Вот ему такой нож в спину, потому что он все-таки был деятель, лидер, разговоры, оппозиция. Оппозиция тут же сказала, что это он вот ее убил и так далее. Так это и идет до сих пор. Он рыдал, так рыдал, его всего трясло. Василий буквально повис на нем. Папа, не плачь, папа, не надо, папа, не плачь. Его трясло. Его первое сломало, даже я думаю, первое сломало его, если говорить о личном, да? Мне кажется, это смерть его первой жены. Вот даже фотографию посмотрите матери Якова, посмотрите фотографию, где он там стоит, с вклокоченной головой и так далее. Это что-то было, потому что, говорят, она была таким, как сказать, трепетным существом. Очень нежная, очень мягкая какая-то и так далее, и так далее. Видимо, то, что как раз, может быть, соответствовало его. Такой, такой контраст, контрапункт такой, да? Вот, а потом Надежда и Киров. Я думаю, что этого было достаточно, чтобы захлопнуть. Это Эллиот говорит, да, что надо, по-моему, Томас Эллиот говорит, что надо войти в свой сад и закрыть за собой калитку. Он, мне кажется, это сделал. В личном плане он это сделал. И, по-моему, он перестал вообще кого бы то ни было жалеть. И так был, по-моему, не очень жалостливый. По-моему, перестал кого-то жалеть. Субтитры создавал DimaTorzok